добрый день дорогие друзья меня зовут оля добро пожаловать на мой канал сегодня мы с вами будем делать черный бархатный шар я уже показывала как обтягивать шар бархатом тот раз мы обтягивали шар 10 сантиметров а на этот у нас раз будет шарик 8 сантиметров я использую всегда только пластиковые шары где их купить я оставлю ссылку в описании и теперь подготовим выкройку я использую бархат стрейч он очень хорошо тянется в обе стороны но с одной стороны тянется он лучше всего и именно эта сторона нам и понадобится так как бархат бывают разные то и для каждого бархат у меня свои выкройки и покажу как это сделать берем ту часть которая тянется очень хорошо прикладываем плотно к колпачку натягиваем как следует и доводим до разделительной полосы на шарики оставляем метку я это обычно придерживаю пальцем отмеряем у меня получается 8 с половиной сантиметров и у меня уже готова выкройка для этого шарика получается просто круг диаметром 8 с половиной сантиметров кусочек ткани я уже подготовила сложила его пополам просто прикладываю свой шаблон к ткани и обвожу ручкой не забывайте что обязательно для шарика нам надо две выкройки то есть два кусочка бархатом то есть я сразу сложила пополам у меня получилось получается сразу две круглые заготовки бархата и затем просто вырезаю ножницами по кругу находим ту часть которая тянется больше всего и ставим для себя меточку это будет у нас та часть от которой мы начнем сшивать затем берем тоненькую ниточку и тонкую иголку и начинаем сшивать по кругу стежки между собой делаем небольшие то есть не на большом расстоянии где-то буквально 5 миллиметров и не делайте их сильно длинными нам нужен очень ровный и очень аккуратный шов все 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 вот такой промежуток я оставляю для того чтобы можно было бархат надеть на шар оставила этот промежуток выворачиваю наш так сказать мешочек выравниваю все швы разравниваю ткань и затем надеваю на парк она шар будет казаться что очень очень сложно одеть будет казаться что вот-вот все порвется ткань порвется нитки и швы разойдутся как будто бы маленькие что все не так и все не так сделано но не пугайтесь это именно так должно быть для того чтобы бархат очень плотно облегал сам шар надели чехольчик на шар и как следует как следует стягиваем тут тоже кажется что вот-вот прям совсем все порвется качестве подставки я использую обычную бобину скотчем и затем как надели все разровняли стягиваем как следует прям сильно два края бархата и продолжаем сшивать одной рукой я все время придерживаю два края ткани и все сшивая особое внимание нужно уделить месту возле колпачка чтобы нигде ничего не проглядывал то есть шар не проглядывал нигде не оставалось никаких складочек или морщинок обтянули шар и после этого я возвращаю колпачок на место и завязываю сразу петельку петельку я обычно делаю во-первых в цвет декора а во-вторых я делаю из люрексово шнурочка вот такой вот шар п получается нигде нет ни складок не морщинок никаких заломов загибов все идеально и теперь приступаем к декору первое что нам нужно сделать это спрятать швы задекорировать декорировать их я буду с разовой цепью где их купить в принципе все сейчас можно найти в инстаграме а вообще конечно же всегда выручает алиэкспресс я отмеряю мне нужную длину и отрезаем приклеивать я буду на клей уже тоже рассказывала о клеем это обычно у меня е6000 b6000 е7000 на этот раз у меня f6000 почему он потому что очень тоненький носик потому что очень удобно наносить клей именно на вот такие вот маленькие элементы декора ну и плюс он конечно не такой жидкий как клей момент наношу клей на где-то сначала на половинку отрезанные с разовой цепи и приклеиваю по шву к шарику в принципе этот клей схватывается очень быстро но тем не менее для его просушки нужно где-то хотя бы один день первую часть приклеила а затем точно также все проделываю и приклеиваю оставшуюся часть с разовой цепи еще раз прохожусь по всей цепи контролирую чтобы нигде ничего не съехала и теперь я приступаем к самому основному декору я хочу в этот раз добавить кружево у меня есть золотое кордовое кружево на сетке кордовое кружево всегда очень довольно такое твердое я выбираю понравившийся мне элемент примеряю его подходит не подходит по размеру и вырезаю тот фрагмент который мне нравится и который подходит позже диаметру шарика где купить кружева да в принципе тоже все сейчас можно найти в инстаграме просто выбить в поиске через хэштег кордовое кружево и выбор конечно сейчас очень-очень много лишнюю сетку я всю срезаю она нам абсолютно не нужно еще раз примеряю все ли мне подходит по размеру и стараюсь разместить кружева так чтобы большая часть уходила наверх так как когда шарик вешаешь то нижняя часть практически не видна шарика и в принципе я всегда так пользуюсь этим так сказать правилам при нанесении декором теперь приклеиваем кружевом кружева я всегда приклеиваю на клей момент гель прозрачным используйте обязательно прозрачный наношу клей на каждую часть кружева крови сеточки на сеточку не нужно наносить потому как очень будет видно ну и вообще в принципе нужно работать очень осторожно с этим клеем и кружевом потому как бархат черный на на нем все будет видно клей наносить нужно быстро потому как он довольно быстро впитывается в кружево в это кордовое и сохнет буквально моментально поэтому здесь нужно работать быстро располагаю кружево по шарику и слегка сначала помогаю себе силиконовая кисточка такое обычно пользуются мастера маникюра там где кружева ложится немножко сложновато тогда можно немножечко подрезать подрезать там где есть возможность то есть это обычно у меня какая-то сеточка или какой-то промежуток тогда кружева ложится так как нам нужно и теперь переходим к самой кропотливой работе я хочу нанести по всему орнаменту кружева стразовые цепи и поначалу я выбираю самые большие элементы так сказать орнамента отмеряю нужно нужный размер стразовой цепи наношу тот же самый клей с тоненьким носиком это f6000 b6000 и приклеиваю к кружевом и так я проделываю абсолютно с каждым с каждым фрагментом кружева то есть самыми-самыми такими выступающими местами приклеиваю везде кроме сетки так сказать это очень кропотливая работа но в принципе не так уж и долго как это кажется но результат его стоит любые шары с таким декором с такими элементами декора с элементами кружева и стразовых цепей смотрится всегда выигрышно всегда шикарно всегда бесподобно два самых больших элемента у меня уже готовы уже приклеены и теперь остаются маленькие с маленькими конечно быстрее я буквально сразу же отмеряю по несколько сегментов стразовой цепи отрезаю и приклеиваю отмерила отрезала приклеила так и Субтитры сделал DimaTorzok Думаю принцип понятен Вторую часть я декорировала точно так же Вот что получается и вот как выглядит уже задекорированный шар Конечно на елках такие шары смотрятся бесподобно Нижнюю часть можно по желанию задекорировать, но я это не делаю Потому как уже в начале говорила, что шар когда вешается То всегда проглядывается только верхняя часть И теперь нам остается сделать только шарики Бантики Для бантика я использую атласную ленту шириной 4 см И делю на отрезки 20 см Обязательно запаиваю края, нахожу середину Складываю оба края к середине Сшиваю, затем стягиваю и фиксирую нитку на несколько узелочков На один бантик нам нужно три таких заготовки Первые две я склеиваю между собой крест-накрест И приклеиваю к колпачку Бантики уже клею кстати на горячий клей Как видите сегодня используем три вида клея И третью заготовку просто приклеиваю между ними по середине Расправляю, распушиваю бантики Подобрала брошь под цвет декора И приклеиваю тоже на горячий клей Наш шар готов Эти шары красиво смотрятся в изумрудном цвете В синим, в белом, просто бесподобно И если вам понравилось видео Ставьте лайк, подписывайтесь И не забывайте нажимать на колокольчик Всем пока-пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok